Согласно плану восстановления Евросоюза после пандемии, Брюссель выделит пострадавшим странам многомиллиардные пакеты помощи. Члены ЕС должны доказать, что эти деньги не будут проедены, а пойдут, например, на улучшение системы здравоохранения. Представляя план, Еврокомиссар по экономике заверил, что граждан не заставят затягивать пояса, как после кризиса 2008 года. «Это не спасательный инструмент с определенными условиями», сказал Пауло Джентилони. «Я знаю, что раньше он был таким, но он не будет таким в будущем. Это вызов для всех нас». Первые условия. Страны-члены должны теперь представить национальные инвестиционные планы. Еврокомиссия одобрит те из них, где приоритетом будет внедрение зеленых технологий или строительство цифровой экономики. Немецкий экономист отмечает, что Берлин может смягчить требования к финансовой дисциплине, а Брюссель ослабит борьбу против бюджетных дефицитов. «Думаю, что основное отличие от предыдущего финансового кризиса в том, что на этот раз речь идет об инвестициях, а не о жесткой экономии», сказал Лассандра Парти. «На этот раз странам-членам положено тратить деньги. Однако, подвергая оценке национальные предложения, Еврокомиссия в какой-то степени будет сдерживать расточительство». Второе условие. Каждое правительство должно заняться модернизацией национальной экономики и повышением ее устойчивости, то есть проводить структурные реформы, порой непопулярные. Австрия, Дания, Швеция и Нидерланды наименее охотно принимают план комиссии, они намерены сделать его предметом переговоров. Эти так называемые «бережливые» страны не хотят накапливать единый европейский долг вместе с южными союзниками, которые много занимали и тратили. «Предполагаю, что «бережливые» попытаются связать любые деньги, потраченные через план восстановления, со множеством условий», — продолжала немецкий экономист. «Они особенно потребуют грамотного управления экономикой, пересмотра пенсионных систем, такого рода вещей». Северные страны хотят также наибольшего возврата в общий бюджет одолженных денег. Евродепутаты из Испании считают их «бережливость» чрезмерной в нынешних обстоятельствах. «Думаю, у них есть две основные цели», — сказал Луис Гаррикану. «Первая — они попытаются сократить долю грантов и увеличить долю кредитов. Вторая — вести больше условий». При этом все понимают, что переговоры затягивать нельзя. Странам ЕС нужны деньги сейчас. Правительство могут представить свои национальные планы самые ранее в апреле следующего года, но и тогда Брюссель начнет раздавать им деньги только в 2021 году.